МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во второй четверти ученики 44-й школы вернутся в родные стены. Подрядчик обещает сдать капитально отремонтированное здание через две недели. Сейчас завершают озеленение территории, устанавливают мафы, убирают помещения. Мебель уже стоит во всех кабинетах с четвертого по второй этажи. Осталось обставить первый, в том числе столовую, актовый и спортивный залы. Уже сегодня мы расставили парты, оборудование. Здесь полностью интерактивным оборудованием школа оснащена. Совершенно иные условия, в которых окажутся дети. Поэтому осталось совсем немножко времени для того, чтобы учащиеся школы 44 приступили к обучению в своей родной школе. Капитальный ремонт здесь начали в прошлом году. Сдать объект должны были еще 1 апреля, но в процессе обнаружились сложности. Один из блоков школы дал большую просадку ввиду просадки грунтов. И здание имело трещину по всем этажам, на две части, грубо говоря. Был произведен объем работ по усилению, по закреплению грунтов, по закреплению оконных проемов, дверных проемов. Также были заменены все аварийные перегородки. Пассажирский автобус сгорел в районе зоопарка. Случилось это около 9 часов вечера воскресенья у 4-го дома на Липецкой. Тушили машину семь спасателей с двумя автоцистернами. Справились за 20 минут, после чего автобус отбуксировали на ремонт. По информации МЧС, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Патриотическую акцию «Концерт «Мы вместе» в честь первой годовщины воссоединения России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями провели в парке Горького. На стендах портреты героев нашего времени и истории их подвигов. А на сцене лучшие творческие коллективы и артисты города с патриотическими номерами. Все эти годы, долгие годы, и Донбасс, и мы любили, верили и надеялись, что этот разрыв, это рассоединение насильственное канет в лету раз и навсегда. Так и случилось. Ровно год назад в нашей огромной семье прибыло наших родных и любимых людей. В ночь я в храме помолюсь, зажгу свечу, за Россию, за мою. Снова два быстрых гола одной команды в матче футбольного Ростова. Но теперь уже отыгрываться пришлось нашим. Урал забил уже на четвертой минуте, а потом на семнадцатой. Один мяч ростовчанам удалось отыграть до перерыва. Вар помог судье в поле разглядеть неочевидную игру рукой штрафной гостей и, вернувшийся в основу Осипенко, реализовал пенальти. До конца тайма у Ростова еще была пара моментов. Миронов мощно пробил издали, вратарь потащил мяч в углу. Байромян до убойной позиции в ворота не попал. А в самом начале второго тайма гол сделал защитник Вахания. После его то ли удара, то ли прострела защитник Урала отправил мяч в свои ворота. Был шанс у Галенкова. Вратарь неловко отбил мяч перед собой. При добивании было подозрение на игру рукой, но для гостей все обошлось. Уткин неплохо бьет штрафной, чуть не точно. Ничья 2-2 и Ростов на 12-м месте. На расстоянии одного очка от зоны стыковых матчей. Дальше уже завтра кубковый матч с «Локомотивом» в Москве. А чемпионат продолжим в субботу гостевой игрой с лидером Краснодаром. Матч Ростов-Дона и Кубани стартовал очень бедно на голы. Нашим на заброшенный мяч требовалось по 2,5 минуты, так что через 5 минут на табло всего лишь 2-0. А соперницы вообще первый раз отличились на седьмой минуте. А потом ростовчанки все-таки разбросались и сделали рывок 5-0. Тут уже можно сказать, результат был сделан, дальше наши отрыв только наращивали. Так что выделяем эстетику ростовского гонбола. Вот, например, как красиво крутит мяч Кристина Кожакарь, завершая быструю атаку. К перерыву Ростов-Дон уверенно ведет 15-9. Приятно, что с одной стороны опять мало пропускаем, а с другой забиваем достаточно много. Во втором тайме отрыв вырастает до 12-ти мячей. И девушки наши продолжают творить красоту. Моногарова дает Кожакарь возможность на лету забить еще один гол-шедевр. Победа 32-21 продолжает серию разгромов. Теперь в субботу у Ростов-Дона выездной матч со звездой, которая стартовала неважно. И сейчас в нижней части таблицы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»